Находка. Находка, смотрите. Старая мебель. Стол, стекло, доски, ведра и забытая кем-то тарелка. Такой натюрморт дело рук жителей одного из домов по улице Поповича. При этом жильцы знают, захламлять общую подвальную территорию нельзя, а потому решили спрятать этот шедевр в самый дальний угол, в надежде, что до него не доберутся. Всё тщетно. Теперь хозяевам брошенной мебели придётся решать этот вопрос в срочном порядке. На балансе предприятия находится 687 жилых домов. За данный период этого года приобретено 198 запирающих устройств, дабы ограничить доступ посторонних лиц в подвальные, чердачные, технические, другие помещения. Если же открыто или там захламление какое-то в подвальном помещении происходит, то выдаётся предписание жильцам. Ну, случаев много, масса разная бывает, но в основном реагируют люди нормально. Другой подвал порадовал уже съедобными находками в виде заготовок, консерваций и даже двух мешков картошки. Это надо было однозначно убирать. И ещё в одном подвале жильцы явно забывают выбрасывать всё ненужное. То тут, то там можно обнаружить коляску, велосипед, старые телевизоры, а также множество проводов, ванной принадлежности и строительный мусор. Старые вещи, судя по всему, это бумага, коробки, ящики. Ещё одним нарушением стало отсутствие света. При этом стеклянные лампочки иногда можно обнаружить в самых неожиданных местах. Подвальное помещение является объектом опасности. В случае, если здесь нет света, человек может обступиться и получит серьёзные травмы. Здесь свет не включается. Чердачное помещение и выходы на крышу под особым контролем. И следят за ними не только пожарные и коммунальники, но и сами жители. Ладят и не закрывают. Да? Да. А кто ладит, не знаете? Нет, раньше. А, раньше? Ежегодно спасатели проверяют кровли домов для того, чтобы понять, есть ли к ним доступ у жильцов и как часто сюда поднимаются. Иногда эти составляют бутылки или бычки от сигарет. И это явное свидетельство того, что на кровлю есть открытый доступ. С этим спасатели также борются. На территории Октябрьского района с ЖЭСами соблюдаются все меры по обеспечению безопасности. Входы в чердачное помещение все ограничены. В чердачных помещениях имеется освещение. При обследовании подвальных помещений и некоторых жилых домов мы обнаружили, что жильцы дома не сознательно относятся к соблюдению правил безопасности и оставляют личные вещи на путях эвакуации. Но работники ЖЭСа принимают все меры по устранению данных, выявленных нарушений в кратчайшие сроки. Кроме того, смотровая комиссия проверила и лестничные клетки на каждом этаже многоэтажек. К счастью, здесь нарушений выявлено не было. А ведь это также важно для безопасности жильцов. С начала года в многоквартирных жилых домах области уже зарегистрировано 65 пожаров. И все они проходили с эвакуацией жильцов. И поэтому обеспечить беспрепятственную эвакуацию крайне важно. И чтобы достучаться до каждого жителя многоэтажки, подобные проверки подвалов, чердаков и крыш продолжатся. Ольга Пранкевич, Василий Мальцев, Новости Гродно+.